В Международный день добровольца здесь собрались самые активные волонтеры Волжского района. Иван Михеев и его друзья – кураторы детского центра. Вместе они ездили в пансионат к детям больным онкологией, где каждому ребенку подарили незабываемые позитивные эмоции. Каждый человек в своей жизни должен достичь какой-то определенной моральной точки или эмоциональной, не знаю, какой-то возвышенности в себе. И получать от этого удовольствие и помогать людям просто дарить эмоции свои бескорыстно. За свою деятельность Иван получил награду и его официально признали волонтером. Множество молодых людей здесь уже добровольцы со стажем. Хотя среди участников оказались представители не только младшего поколения. Многие из тех, кто жил в советское время, когда-то носили звание тимуровцев. Для них бескорыстная помощь другим – совершенно обычное дело. Сейчас таких людей называют серебряными волонтерами. И своими поступками они, кроме прочего, показывают пример юным. Вы знаете, я, как бы сказать, с молодых лет, можно сказать. Всегда в центре внимания, всегда с людьми, всегда с детьми. Я учитель бывший. Вдохновение. Да, вдохновение. Просто так жить невозможно. Надо, чтобы огонь не горел внутри. Вот тогда жить можно. Конечно, надежды в волонтерстве возлагаются на молодое поколение. Но никоим образом мы не можем отрицать опыт старшего поколения. Огромный волонтерский опыт России, Советского Союза. И вот эта передача опыта, она бесценна. Потому что наши старшие кураторы, они своим примером вдохновляют сегодня молодежь. Кроме того, добровольцы участвуют, а иногда и сами организовывают разные акции. Отряд волонтеров Победы Волжского района в этом году проводил квест «Вторая мировая эпилог». Проходя его, участники не только узнавали что-то новое о Великой войне, но и понимали, что необходимо сплачиваться и вместе творить свою собственную историю. Я занимаюсь добровольчеством для того, чтобы не просто помогать людям, а делать их счастливыми тоже. То есть просто помочь, это без проблем, это вообще ничего не стоит. Но когда человек действительно говорит тебе спасибо, или ты ему улыбнулся, ему стало лучше, это невероятно, это непридаемое ощущение, которое нужно испытать всем, я думаю. Помощь людям может быть самой разной. Сбор вещей для нуждающихся, поиск пропавших, а иногда простое человеческое внимание к ближнему. Или небольшая услуга, вроде похода в магазин или за лекарствами. Хотя порой волонтер, просто находясь рядом, может даже спасти человеку жизнь. Буквально был недавно случай, я собираюсь на работу, звонок по телефону, человек заболел сильно, астма. Я быстрее, мужа с собой и к ней, к женщине, все. Муж остался, я на работу побежала. То есть человека как бы спасли от смерти, можно даже сказать. Добровольцы не занимаются этим ради признания или награды. Их искренне радует сам факт помощи людям. Ни у кого из них нет предела или конкретной цели, после которой можно оставить волонтерскую деятельность. Наверное, для волонтера, как для никого, важны слова благодарности. Потому что материального вознаграждения за свою работу волонтер не получает. Но он получает много больше. Он получает блеск в глазах, он получает благодарные отзывы людей, которым он помог. И зачастую волонтерская работа, она напрямую не связана со взаимодействием с этими людьми. Но когда люди слышат спасибо, когда узнают, что их работа принесла свои плоды, им хочется еще и еще делать добрые дела. После награждения участники посмотрели фильм о волонтерах страны. Истории людей, которые однажды вдруг решили, что хотят безвозмездно делать добро, способны вдохновить многих присоединиться к этому движению. Петру Александровичу Крикову в этом году, когда вся страна отмечает 75-летие Великой Победы, исполнится ровно 95 лет. Прожито без малого века. И какой? Век двух мировых войн, революций, великих свершений, грандиозных научных открытий, взлета человеческого гения. Свидетель эпохи Петр Александрович стал участником одной из самых ярких ее страниц – борьбы с фашизмом. Петр Александрович тоже пополнил ряды защитников Отечества. Правда, призывали его в 43-м году. В Куйбышеве, тут вот этот пивной завод Жигулевской, там клуб. Вот нас в клуб собирали всех. Собрали и отправили в Сызринь. Попал я в 74-й запасной полк, в снайперскую роту. И там я пробыл, ну как-то, 2-3 месяца. Нас перевели в 100-й запасной полк. Это под Аленково, село Аленково. Быстро пролетели месяцы учебки. И вот уже Петр Криков служит на 3-м украинском фронте в 103-й гвардейской воздушно-десантной Сывирской краснознаменной дивизии. И командует минометной ротой. Я попал в зенитный дивизион, в зенитно-пулеметный дивизион. ДШК, пулемет ДШК. И вот там мы пробовали, начали обучать нас прыгать, как обращаться. Потом переформировали горно-стрелковые дивизии. И нас направили в Австрию. Боевой путь Петра Крикова начался с Австрии. Затем освобождение Венгрии, Чехословакии. Идем, Володя говорит, от конфет, бумажка от шоколадных валяется, и можно шоколаду поесть. Я говорю, эх, Володя, шоколад, сейчас нам что с тобой, 9 грамм, все, говорю. Я топнул, говорил, хлоп его в висок, снайпер, он упал. А мне что, я смотрю в окоп, и думаю, сейчас и меня их положат. Я в этот окоп раз, а плиту-то на себя положил, он пес в плиту, щелк, щелк. В 45-м году, сразу после победы, его отправили на Дальний Восток воевать с Японией. Мы шли во втором эшелоне. Это, считай, первый эшелон передовая, а мы как подкрепление шли. Здесь у нас десантников, молодежь, 25-й, 24-й год были. Домой Петр Александрович Криков вернулся только в мае 50-го года. Среди тех наград, которыми ветеран дорожит больше всего, медали за отвагу и за победу на Германии. Главной же наградой в своей жизни он считает избавление народа от коричневой чумы, который принес май 45-го. Даша Жукова в детской школе искусств поселка Стройкерамика считается виртуозом по части игры на гитаре. Этот музыкальный инструмент, по словам девушки, в буквальном смысле слова перевернул ее жизнь. Когда мне было 13 лет, мне в руку случайно попала и гитара. Своей подруге, вернее, я у нее забрала и так начала играть. Потом, когда появилась возможность поступить в музыкальную школу, я поступила и планирую поступать в музыкальное училище. Как тебе школа? Чем она тебя научила? Пониманию музыки. Техническим моментом, само собой. Потому что играть музыку невозможно, не зная техники. И когда человек свободно владеет техникой, он уже может проникать, осознавать, о чем произведение. Какие успели? Неплохие, наверное. Но, во всяком случае, я принимала участие в разных конкурсах. Сейчас играю в ансамбле. Детская школа искусств многое изменила и в жизни обитателей Стройкерамики. Поэтому юбилей учебного заведения, которому исполнилось 50 лет, это праздник всего поселка. Впрочем, творческие коллективы школы сейчас известны далеко за пределами района. Это и оркестр русских народных инструментов «Забава», и ансамбль народной песни «Соловушка», и вокальный коллектив «Волжские роднички», а также театральный коллектив «Воображение» и ансамбли гитаристов и скрипачей. Юбилеи подошли, конечно, замечательно, поэтапно, так скажем. Есть у нас выдающиеся педагоги, есть у нас выдающиеся детки, и которые за столько лет образовательной деятельности достигнули хороших высот. И вот сейчас 50-летие, конечно, достижения нашей школы, то, что увеличение контингента. Это большое для поселка Стройкерамика, что 306 человек у нас контингент школы искусств. Для таких поселков, населенных пунктов, то есть мы это гордимся численностью, коллективом. Юные музыканты, художники, театралы, танцоры выходят на такие престижные площадки, как театр оперы и балета, областная филармония. В этих стенах плечом к ключу работают и старожилы, и молодые талантливые специалисты. Я хочу пожелать, чтобы у нашей школы появился свой дом, потому что это большая проблема для нас. Я хочу, чтобы детей с каждым годом становилось больше и больше. Тех детей, которые любят музыку, и тех родителей, которые хотят, чтобы их дети развивались, становились лучше и добрее. И я хочу, чтобы такие большие концерты у нас случались как можно чаще. Концепцию юбилейного концерта его организаторы определили для себя так – от прошлого к настоящему. И нужно сказать, идею воплотить в реальность удалось, как говорится, на славу. Разрешите от имени главы муниципального района Волжской Самарской области Евгения Савловича Макризина зачитать приветственный адрес. Уважаемая Ирина Анатольевна, администрация муниципального района Волжской Самарской области поздравляет вас, коллектив ветеранов педагогического труда, с 50-летием со дня образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской школы искусств номер 2. Школа искусств – это своего рода волшебный ключ, который за 50 лет работы помог не одной из сотен толстых детей распахнуть двери в бездонечный мир искусства и год за годом рука об руку своими педагогами раскрывать все новые таланты многогранной культуры. Неизменно двигаться вперед намерены педагогический коллектив и воспитники детской школы искусств. И на этом пути учебное заведение ждет масса неизбежных изменений. Неизменным останется лишь девиз «Каждый ребенок от природы талантлив». Часто задают вопрос, можно ли получить налоговый вычет за приобретенные лекарства. Да, можно. С учетом новых изменений и поправок статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации граждане вправе обратиться в Налоговую инспекцию по месту жительства за получением социальной налогового вычета за понесенные ими расходы на приобретение всех лекарственных препаратов, которые назначил лечащий врач. Ранее такой налоговый вычет можно было получить только за приобретение лекарств, перечень которых был строго определен правительством Российской Федерации. Для получения соответствующего налогового вычета гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические расходы и приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения. Положения закона применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими, начиная с налогового периода 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова